Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень редкой и очень опасной болезни, эпидемия которой по каким-то неведомым причинам охватила нашу страну. Итак, наша сегодняшняя тема – повышенное внутричерепное давление. Пойдемте разбираться. Программа выходит за петрунтой торговой марки «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, судя по тому, что я вот здесь везде вижу, ни у кого из присутствующих никаких проблем с внутричерепным давлением нет. У вас нет проблем с внутричерепным давлением? Нет, слава богу, нет. Слава богу, Луиза Сильна, это не ваша тема. Тогда давайте сразу выясним, что по этому поводу думают наши эксперты. Давайте. Давление в черепе – это, наверное, я не знаю, что хорошо или плохо. Когда в голове дверь, он думает, и когда она улыбает давление на голове, голова не переставает болеть. Ну, это в черепе. Там типа такой шлем какой-то одевает и вымеряет. Давление – это специальная штучка вот такая, где там вот такая штучка. Нажимаешь на нее, и часики вокруг двигаются. На сколько километров, да? Когда давление большое – 280 или 300, тогда надо ехать в больницу. Это мама себе меряет вес, хочет стать этой худенькой, чтобы у нее ручки были, как у меня, тоненькие. Когда-то у меня было давление, мне стало очень плохо, потому что у меня болел живот. Ну, вы знаете, на самом деле не только наши эксперты постоянно путают давление артериальное и давление внутричерепное. С этими вопросами очень часто приходят и к врачам. И на приеме практически каждый ребенок, который вообще добрался до кабинета невропатолога, вот его родители уже слышат такую фразу «внутричерепное давление». Какое это оно? То ли низкое, то ли высокое. Но обсуждают это сейчас почему-то все. То есть я еще не знаю толком почему. Все время пытаюсь разбираться. Давайте разбираться вместе. Правда, Лиза Васильевна? Да. У вас на приеме была дизайнер одежды Айна Гассе с дочкой Богданой. Ее тоже эта тема почему-то волновала. Да-да. Давайте посмотрим. Богдана. Богдана ходит в первый класс, занимается бальными танцами, рисует, болеть нечасто. Тут бы и расслабиться. Но ее маму, известного дизайнера одежды Айну Гассе, мучают страхи и подозрения под названием «внутричерепное давление». Да. У Богдана его нет. Но я слышал, у детей оно бывает. По каким признакам его распознать? Как с ним бороться? Кто раздвеет все страхи? Конечно же, доктор Комаровский. Почему вообще вас взволновала эта тема? Знаете, я же живу в социуме. Да. Я и хочу попытаться... Понимаете, я объясню вам почему. Потому что если я, как врач, захочу, например, получить ответ на вопрос, как лечат повышенное внутричерепное давление где-то там, в развитой медицине, в Европе, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, то я прочитаю о реанимации, о нейрохирургии. То есть любой человек с повышенным внутричерепным давлением, это будет тяжелый инвалид. То есть ребенка, который может сидеть у мамы на руках или сидеть рисовать, а его маму при этом будет волновать повышенное внутричерепное давление, можно обнаружить только здесь. Понимаете? То есть повышенное внутричерепное давление действительно бывает, но оно симптом очень редких и очень опасных болезней. Ну, при менингитах, ну, при черепно-мозговых травмах, ну, при никаких врожденных аномалиях. Тем не менее, вы сами сказали, я же живу в социуме. То есть социум постоянно почему-то обсуждает тему внутричерепного давления. Вот я и пытаюсь доковыряться, вот где этот социум, откуда он взялся, у кого вы это слышали, кого это волновало, где? Знаете, это постоянно волнует всех, по-моему. Всех мам, да? Особенно мам, у которых есть маленькие детки, потому что, оказывается, эти детки необычные. Они совсем не такие, как мы были. Они очень эмоциональные, они очень активные, гиперактивные. И поэтому все время эта тема обговаривается. Даже преподаватели говорят, что... Что если ребенок ведет себя как-то слишком эмоционально, то это может быть связано с повышенным внутричерепным давлением. Да, вообще давлением, как таковым. На самом деле, действительно, да, есть такое понятие, внутричерепное давление. Да, внутричерепное давление, так же, как и артериальное давление, это не есть какая-то постоянная величина. Достаточно ребенку поорать, оно повысилось. Да, если он сел на горшок и дуется, у него тоже повысилось. Если он кашляет, повысилось. Но он лег и успокоился, оно нормализовалось. То есть это давление, точно так же, как и артериальное, колеблется. И его изменения, они совершенно естественны для человека. Поэтому есть определенные границы, выше которых оно обычно не поднимается. Но вот тут начинается самое интересное. Когда мы говорим о повышенном артериальном давлении у бабушки, то мы знаем, как в этом убедиться. Мы взяли тонометр, померили и видим. Вот у бабушки 200 на 120, и бабушка лежит никакая. Правда? Да. Вот мы дали бабушке волшебную таблетку от гипертонии. У бабушки стало 120 на 80, где бабушка уже побежала в магазин. То есть мы видим, как ее повышенное давление стало нормальным. А как быть внутричерепным? Ну, на шею что-то там попытаться измерить, вроде как не получается. И вы знаете, как можно измерить внутричерепное давление? Оказывается, есть всего два способа. Первый способ, потому что надо сделать спинномозговую пункцию и подключить манометр. Понятно, да? Второй способ, во время черепно-мозговой операции, опять-таки пропунктировать желудочки мозга и тоже подключить манометр. Все. То есть других способов измерить внутричерепное давление не существует. Но напридумывали огромное количество измерителей. Куча появилась специалистов, которые могут какой-нибудь датчик приложить и сказать точно, какое у вас давление. Вот таких сказочников, их везде много, но больше всего их у нас здесь. То есть реально измерить? Нет. То есть измерить внутричерепное давление нельзя. Но как раз вы все должны понимать другое. Если ребенок адекватно реагирует на окружающее, ест, пьет, ходит, смотрит, и эмоциональный, умный, понятно, да? То ни о каком повышенном внутричерепном давлении речь не идет. Внутричерепное давление касается инфекционистов, которые лечат тяжелейшие нейроинфекции, менингиты и энцефалиты. Внутричерепное давление интересует реаниматологов, которые лечат черепно-мозговые травмы, и хирургов, понятно, да? И практически на этом все, понятно? Да, мы еще поговорим обязательно о том, что есть очень опасная, врожденная болезнь, которая называется гидроцефалия, которая встречается с частотой один ребенок на 2-4 тысячи новорожденных. Но там есть симптомы, совершенно конкретные симптомы. То есть огромное количество симптомов, которые мамы считают признаками внутричерепного давления, вот возбудимость, эмоциональность, да? Когда он там дрожит губа, или он там подкатывает глазки, или он плохо спит, или он жалуется на окружающих, или он кидается в песочнице кирпичами. Так вот это все никакого отношения к внутричерепному давлению не имеет. Главная проблема состоит в том, что когда вы приходите к доктору и говорите, что моя девочка плохо спит, да? То если доктор вам скажет, да успокойся, как бы выспится, да? То вы же наживет его невнимательным доктором. А другой доктор скажет, эй, мамочка, у вас, наверное, повышенное внутричерепное давление. Вы пойдете к Василию Ивановичу, он вам приложит датчик, скажет, что у вас там что-то не так. Потом вы вернетесь к нам, мы вам назначим волшебные капельки, понятно, из заряженной воды. Вы попьете эти капельки, потом еще раз ходите к Василию Ивановичу. Кстати, на каждом этапе вы же понесете подарок, понятно, да? И после этого вам будет хорошо. Потому что вы же мать, вы не оставили ребенка, который плохо спит на произвол судьбы. Просто так заведено. Если вы жалуетесь на какашки, вас посылают лечить дисбактериоз. А если у вас что-то с головой, то для этого есть диагноз, который называется повышенное внутричерепное давление. Вот такая жизнь. Надо же. Спасибо большое. На здоровье. Я еще раз хотел бы произнести слова, которые я на самом деле произношу во многих передачах. Никакой особой российской, украинской, казахской или белорусской педиатрии на самом деле не существует. Есть одна, всего одна педиатрия, которая называется научная, цивилизованная. И вот оказывается, что там, где есть научная цивилизованная педиатрия, никто не понимает, как ребенок, который бегает и кричит, или чего-то у мамы просит или не просит, или плохо себя ведет. То есть ребенок, который в сознании и, в общем-то, неплохо себя чувствует, вообще у него может возникнуть проблема, связанная с повышенным внутричерепным давлением. Давайте для начала попытаемся разобраться, что это вообще такое, откуда это давление внутричерепное, да еще и повышенное, берется. Есть мозг. Мозг, он не представляет собой однородную структуру. В нем есть особые полости, особые каналы, по которым циркулирует спинномозговая жидкость, или ее еще называют словом ликвар. Вот эта спинномозговая жидкость, она выполняет огромное количество функций, в ней растворены многие полезные вещества, гормоны, через нее осуществляется питание мозга и так далее. Так вот, эта жидкость, естественно, давит и на структуры самого мозга, и на череп. И это фактически и есть внутричерепное давление. То есть, условно говоря, эта жидкость откуда-то берется и куда-то вытекает. То есть, теперь давайте вспомним, вот вы все в школе учили или решали задачки про бассейн и две трубы, помните, да? Вот давайте попытаемся рассмотреть ситуацию с внутричерепным давлением вот с точки зрения школьной арифметики. Итак, есть труба, труба, по которой течет спинномозговая жидкость. Это она вырабатывается и течет. И вот вырабатывается она, вырабатывается в особых сплетениях мозга, которые называются сосудистые сплетения. Сплетения. И вот эта жидкость, которая течет по трубе, она попадает в полость мозга. Здесь так называемые желудочки мозга, спинномозговой канал и есть особые так называемые венозные синусы, в которые эта жидкость утекает, как бы в кровеносное русло. И вот здесь вот она вытекает и это называется венозные синусы. А вот это вот, вы уже поняли, да, это тот самый бассейн, мозг. И вот, естественно, пока эта жидкость течет, она давит, давит на желудочки мозга, на структуру мозга. И это и есть внутричерепное давление. Внутричерепное давление, как правило, обозначается В, Ч, Д. Это все видели, слышали и знают. И вот в ваших карточках ваших детей после осмотра невропатолога очень часто эти три буковки волшебные появляются. Теперь давайте элементарно проанализируем, когда внутричерепное давление может повышаться. Когда продуцируется очень много жидкости или когда нарушается ее всасывание. Это, как правило, происходит тогда, когда есть очень редкая и очень опасная врожденная болезнь, которая называется словом гидроцефалия. У нее есть определенные симптомы, совершенно определенные. Поскольку жидкости некуда деваться, то у ребенка с момента рождения стремительно увеличивается объем головы, не зарастает родничок, наоборот увеличивается в размерах. Появляется расхождение между швами черепа. И это сочетается с определенной еще и неврологической симптоматикой. Когда еще может повышаться внутричерепное давление? Когда возникают проблемы вот с самим бассейном, с самими структурами мозга. Например, стенки бассейна повредились. Ну, например, черепно-мозговая травма. Представили себе? Да, это ужасно, вот повысилось давление. Или опухоль мозга, или кровоизлияние в мозг, или возникло тяжелое воспаление. Менингит, энцефалит. То есть, всегда, когда речь идет о повышении внутричерепного давления, речь идет о очень тяжелом повреждении головного мозга. То есть, ребенок с повышенным внутричерепным давлением, он не доходит до кабинета невропатолога в поликлинике. Повышенное внутричерепное давление – это опаснейшая болезнь, с которой ребенок без сознания попадает в реанимацию. Но ни к какому невропатологу в поликлинике он не приходит. Я надеюсь, это всем понятно. Поэтому перед нами возникают вопросы. Почему же вот такое происходит? Почему, когда люди где-нибудь в Америке, в Канаде, в Великобритании узнают о том, что 50% детей первого года жизни, прошедшие через кабинет невропатолога в поликлинике, имеют диагноз повышенного внутричерепного давления, то нигде в мире не могут понять, что же происходит. Вы понимаете, что происходит? Я понимаю. Поэтому сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте. Доктор, скажите, пожалуйста, частые кровотечения из носа могут являться симптомами внутричерепного давления? Частые носовые кровотечения – это симптом, как правило, пересыхания слизистых оболочек носа. Вот и все. Если у вашего ребенка частые носовые кровотечения, то надо, прежде всего, ответить на вопрос, из-за чего повреждается слизистая облачка. Какой воздух, чем он дышит, как он ковыряется в носу, а бедное внутричерепное давление тут уж точно ни при чем. Спасибо. Здравствуйте. Евгений Олегович, нам один годик. На приеме очередному невропатолога он нам поставил сходу диагноз повышенное внутричерепное давление. Объясняет это тем, что у нас большой родничок, хотя кружность головы 44 сантиметра для года – это норма. Спрашивал, не дергает ли себя ребенок за ушки и не мотает ли головой в знак отрицания. Да, такое действительно у нас в последний месяц наблюдается. Скажите, действительно ли право доктор, являются ли эти все симптомы, перечисленные, диагнозы, ну… Ну, коль скоро уже речь зашла о симптомах повышенного внутричерепного давления, давайте их посмотрим все. Основные признаки повышенного внутричерепного давления у детей первого года жизни. Прежде всего, как вы все помните, у ребенка первого года жизни имеются роднички. Да, большой родничок, вот здесь вот сзади малый родничок. Между родничками есть швы. Так вот, одним из признаков повышенного внутричерепного давления, которое возникает как раз вот при той самой болезни, которая называется гидроцефалия, которая встречается, действительно встречается не так редко, с частотой 1 на 4 тысячи детей в среднем. Так вот, возникает расхождение швов черепа, родничок выбухает. Далее, у ребенка окружность головы превышает нормы. Теперь давайте по поводу окружности головы. Коль скоро мы уже об этом говорили, потому что очень часто мамы просто измеряют эту окружность головы неведомо как, да? Поэтому давайте для начала научимся, как его измерять. Артемка, иди ко мне, дружок. Мы, думаю, будет всем понятнее, если мы на примере молодого человека, иди ко мне, Артем, покажем, как измеряется окружность головы. Прежде всего, с этой стороны надбровные дуги, то есть то, что... А с этой стороны самая выступающая часть затылка, понятно? И вот в такой ситуации, вот теперь мы встали в профиль, молочина, вот, и мы измеряем ему окружность головы. Держи пальцем вот тут вот. Молодчина, вот. И самый выступающий, понятно? Когда будет измерять доктор, вместо пальца маленькому ребенку будет помогать мама или медсестра, понятно? И мы имеем окружность Артемной головы. Так, дружок, у тебя окружность головы 53 сантиметра, мамка запишет. Все, молодец, беги, спасибо. Вот. Итак, а теперь по поводу вот этой самой окружности головы. Ну, прежде всего, когда вы что-то вам в окружности головы ребенка не понравится, то первое, что надо сделать? Первое, что надо сделать, когда вам не нравится окружность ребенковой головы, это найти детские фотографии мамы и папы. И посмотреть. Потому что, как правило, когда вот вам не нравится размер головы ребенка, вам кажется большой, а потом вы посмотрите на папину детскую фотографию, и вам кажется, что голова вообще маленькая, понимаете? То есть уже проблема как бы уходит сама по себе. Это первое. Во-вторых, вы все-таки должны знать, что пропорции головы у детей, они немножко не такие, как у взрослых, да? Вот когда ребенок рождается, то в среднем он имеет окружность головы 34 сантиметра. И голова, детская голова, растет со средней скоростью, средней, 1 сантиметр в месяц. То есть вот на 12 сантиметров окружность головы увеличивается за первый год жизни. Кстати, постоянно меняется взаимоотношение окружности головы и окружности грудной клетки. Вот окружность грудной клетки при рождении не 34, а 32. То есть грудная клетка, это вот у новорожденного, она меньше, чем окружность головы. Это понятно, да? Так вот где-то в 3-4 месяца окружность головы и окружность грудной клетки равны друг другу. А потом уже все-таки грудная клетка растет более активно, и у ребенка при анагонику она вырастает сантиметром на 16. То есть уже у ребенка гадовалого окружность грудной клетки больше, чем окружность головы. Если что-то не так, это повод сначала посмотреть на фотографии, а потом сходить к доктору еще раз посмотреть. Давайте продолжим про симптомы. У детей любого возраста, любого возраста, расстройство сознания и поведения, головная боль, тошнота, рвота, судороги и нарушение зрения, и увиденный врачом-окулистом отек зрительного нерва, диска зрительного нерва, могут быть симптомами повышенного внутричерепного давления. Но, что очень важно, сам по себе ни один из перечисленных симптомов не является диагнозом повышенного внутричерепного давления. Должен быть комплекс симптомов, должен быть понятен диагноз и причины. Это понятно? Потому что если у ребенка увеличена голова на 2 сантиметра по отношению к норме, но он адекватный, веселый, активный, нормальный и нормальная развивается во всем остальном, то это не болезнь, не диагноз. Такого ребенка лечить не надо. Наблюдать более интенсивно с помощью доктора, да, но не лечить таблетками, не экспериментировать. Это очень важно. На это я обращаю ваше внимание. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Давайте продолжим. Спасибо. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Ребенку 4,5 месяца. Невропатолог по внешнему осмотру ставит диагноз внутричерепное давление. По УЗИ такого диагноза нет. Педиатр также видит эти венки на голове. При этом невропатолог назначает сосудистые препараты, а педиатр витамины. Кому из них можно доверять и какое лечение все-таки лучше? А почему, собственно говоря, мы вообще произносим слово лечение? Ведь, судя по всему, претензии к ребенку предъявляет не мама, а предъявляет доктора. Кому-то не понравились венки, которые не являются симптомом повышенного внутричерепного давления. Кому-то не понравилась тактика лечения, да. Поэтому давайте все-таки вот еще раз обратим внимание на то, почему, почему мы вообще эту тему обсуждаем. Прежде всего потому, что у нас есть, мы во многих передачах об этом говорили, национальный спорт. Выискивание неправильностей у собственного ребенка. То есть вот если в большинстве цивилизованных стран, какой бы он ни был больной, кривой, мамы радуются и хвастаются друг перед другом достижениями детей. У нас есть национальный спорт. Как найти у собственного ребенка недостатки? Причем если мы недостатков не нашли, то либо бабушка, соседка, подружка обязательно нам скажет, ой, у вас по-моему голова большая, ой, у вас глазки, иди туда, ой, у вас венка, надо сбегать к врачу. И вот вы хватаете детей и перепуганные, куда несетесь? В поликлинику. У вас нет проблем, но вы что-то нашли. И доктор что должен вам сказать? Должен сказать, остав ребенка в покое. Правда? Но вот эта фраза, оставь в покое, потерпи, ну растет ребенок, всякого бывает, она воспринимается ментально как проявление невнимательности и низкого профессионального уровня врача. То есть если ваш выдуманный вами симптом доктор не превратил в ощутимую болезнь, то это плохой доктор. Давайте искать другого. И именно у нас придумано огромное количество болезней, которые удовлетворяют потребности мам вот в этих вот диагнозах. Понятно? Ведь сплошь и рядом ситуация бывает такая. Вы приходите к невропатологу, и он говорит, все нормально. Что вы делаете, выйдя из кабинета? Вы идете к другому невропатологу, правда? А потом возвращаетесь к тому и говорите, мы были у Арьмари Ивановны, а она, между прочим, доцент. И она сказала, что у нас повышенное внутричерепное давление, а вы сказали, что у нас нормальное давление. Значит, кто вы? Вы никто. Понятно? И пока вот те самые главные невропатологи наверху, вот там наверху, которые сейчас реформируют здравоохранение, не скажут и не выпустят официальный приказ. Ребята, кто еще раз, кто еще раз придумывает ребенку в сознании адекватному и нормальному внутричерепное давление? Кто еще раз назначит мочегонные в летнюю жару? Да, того-того завтра диплом заберут. Вот только тогда мы сможем прекратить эту эпидемию внутричерепного давления. А пока сейчас нам надо знать, нам с вами надо знать, что к повышенному внутричерепному давлению не имеют никакого отношения расстройство поведения, дрожание губ, подкатывание глаз. То есть не являются проявлением повышенного внутричерепного давления всякие выявленные при УЗИ, расширение желудочков или какие-нибудь кисточки головного мозга. В общем, не являются нарушения поведения и проблемы со сном, и дрожание губ, и дерганье ног. Все это не проблемы, связанные с повышенным внутричерепным давлением. Опять-таки, поскольку это не проблемы, то не может и не лечится внутричерепное давление. Никакой гомеопатии, никакими витаминами, никакими отдельными витаминами или витаминными комплексами, никакими массажами, никакими биологически активными добавками и никакими другими методами альтернативной инородной медицины. Ну, не лечится несуществующая болезнь. Вы должны понимать, что не имеют никакого отношения к лечению внутричерепного давления всякие сосудистые препараты и стимуляторы мозгового кровообращения и так далее. Все это лекарства, которые в данном аспекте и по данным поводам принимаются и используются только в одной стране мира, название которой мы называть не будем. Нам 20 дней, и когда ребенок сильно плачет, трясется подбородок. И врач нам поставил тоже внутричерепное давление и прописал глицин, но не помогает. Что делать? Ну, глицин очень эффективное средство, по данным литературы, для лечения хронического алкоголизма, но к дрожанию губы у 20-дневного ребенка он, как правило, никакого отношения не имеет. Это не ребенку назначили. Вы пожаловались на дрожащую губу. Доктор провел внимание, назначил вам безопасный препарат, чтобы вам, маме было легче, чтобы вы поменьше жаловались. Вам еще повезло. Другим назначают в 10 раз больше. Естественно, на основании всего, о чем мы сегодня говорили, выводы вы уже сделаете сами. Это, к счастью, это препарат безопасный, но точно так же ненужный, как и все остальное в этой ситуации. Может у ребенка дрожать губка. Может, кстати, у мамы тоже может дрожать. И бывает, что по утрам и у папы дрожит. Это зависит от поведения мамы, понимаете? Поэтому в данной ситуации иногда надо просто потерпеть. И все будет замечательно. Главное, все-таки, цель нашей программы, наверное, сегодняшней, научить вас радоваться собственным детям. Поэтому наберитесь терпения, все у вас будет хорошо. К сожалению, а может быть и к счастью, обменные процессы в нервной системе детей происходят с такой скоростью, что повлиять на них, какими бы то ни было лекарствами, невозможно. Недаром же невропатологи практически всего мира считают, что если у ребенка, маленького ребенка, есть какие-то проблемы, например, связанные с тяжелой беременностью, с осложненными родами, с какой-то черепно-мозговой травмой, то лечение этих проблем лекарствами возможно максимум в течение первого месяца после рождения. А потом уже время, терпение, физиотерапия, массаж, гимнастика, реабилитация, но никаких таблеточек. Давайте вот на это... Вопрос, Евгений Олегович. А вот деткам с внутричерепным давлением можно кушать все или надо какая-то диета? Детки с внутричерепным давлением, Луиза Васильевна, это все детки нашей страны. Им можно все, понимаете? Потому что они нормальные детки, у ребенка должны быть руки, ноги, голова и внутричерепное давление. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Программа выходит за поддержкой торговой марки Барни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова